Мардахей, когда убеждал Есфирь действовать, сказал ей свою мысль, что я не знаю всех целей Божьих, но вполне возможно, вполне возможно, что то, что ты стала царицей, это сделано было с Божьей целью, чтобы через тебя в этот момент, когда враги будут пытаться Божьей народ уничтожить, чтобы через тебя сделать для своего народа защиту. И он был уверен, что защита будет, потому что знал, что, или имел веру, веру согласно Писанию, что Бог избрал этот народ, и из этого народа должен быть для всего мира Спаситель, и этот народ не может погибнуть. Сегодня Евангелие, которое реализовалось или случилось, потому что Христос воплотился через этот народ, которого Бог сохранил, и благодаря Есфири, используя Есфирь. И Евангелие повествует, Евангелие от Иоанна повествует жизнь Христа. Сегодня я прочитаю пару требочков, которые, в которых сам Евангелист Иоанн приоткрывает, а с какой именно целью Бог дал ему это Евангелие написать, или изложить эти события, которые он взял из жизни Христа. Я буду читать несколько последних стихов из последних глав Евангелия. Три последних главы и вот несколько стихов последних из этих глав. Начнем с конца. Последний стих Евангелия звучит так. 21 глава, стих 25. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. То, что я написал, я написал из жизни Христа небольшую часть. А если бы писать об этом подробно, то это, он говорит, что самому миру не вместить бы этой книги, то это не просто такая гиперболия, хотя частично, но в этом есть доля правды, что получилось бы, если бы писать подробно, получилось бы очень много. Я, говорит, даже не смог бы это написать. Почему бы получилось очень много? Давайте я проиллюстрирую тем, что как более подробно Иоанн записывает один день в жизни Христа. Я думаю, что вы догадаетесь, какой день в жизни Христа Иоанн записал наиболее подробно. Это тот день, когда Христа распяли. Вот последние сутки его жизни и сама казнь описана евангелистом Иоанном с 13-й главы по 19-ю главу. Ну, у евреев началась пятница четверга вечера, вот когда они собрались на вечерю, тайную вечерю, день пасхального агентца, это уже была пятница. Вот, с четверга вечера по, собственно, пятницу вечеру, эти сутки, эти сутки евангелист Иоанн описывает семью главами, семь глав, одни сутки. Ну, Христос прожил жизнь 33 года. То один день это почти что третья часть Евангелия. Иоанн это всего нам всего один день жизни Христа. Если бы я писал об этом подробно, если бы Иоанн так же подробно писал, так же подробно писал, как этот день жизни Христа, все остальные его дни жизни. Знаете, сколько это получилось? Ну, эти семь глав, эти сутки последней жизни Христа, если взять на страницы, это немножко больше, чем восемь страниц. Так вот, если бы так восемь страниц лишним все дни жизни написанные были, то это бы получил. Только бы Евангелие Иоанн, только бы Евангелие Иоанна получилась бы книга равная восьмидесяти четырем Библии. Восьмидесяти трём Библии. Библия имеет примерно там тысячу двести страниц. То это восемьдесят три книги по тысячу двести страниц. Это очень много, это очень много. Я бы даже посчитал так, что примерно этот один день жизни Христа. я потрачу на проповедование, я ещё не закончил, но потрачу примерно два месяца. Вот эти вот с тринадцатой по девятнадцатую главу примерно меня займёт, дважды проповедую в неделю на этот текст, примерно меня займёт два месяца. Два месяца. То знаете, сколько, если бы Иоанн написал такую подробную Евангелие, которая бы заняла восемьдесят три Библии, то сколько мне нужно было бы... Ну, очень просто. То есть Андрей Иванович поможет подтвердить мою математику. Если на один день жизни Христа, описанный Евангелем Иоанном, мне нужно два месяца, шестьдесят дней. На один день жизни мне нужно было примерно два месяца, шестьдесят дней, чтобы проповедовать царь. То есть в шестьдесят раз больше нужно, то тридцать три года нужно умножить на шестьдесят, это получится примерно две тысячи лет. То есть чтобы мне на такой Евангелие Иоанна проповедовать в собрании, то нужно было начать в день его смерти в тридцать третьем году. И где-то вот сейчас бы я где-то подходил спустя две тысячи лет подходил бы где-то к завершению. Если писать об этом подробно, это было очень много, я написал не очень подробно, но то, что он выделил одному дню так много, показывает, ну, по сравнению с другими, показывает, насколько этот день был важен. То есть это была как бы кульминация жизни Христа, это цель его жизни. Для чего он воплотился? Вот почему именно этому дню Иоанн так дает в сравнении много описаний, потому что это то, ради чего он пришел, это его цель. Быть распятым, отдать свою жизнь за нас. И это должно быть, вот почему это должно быть целью и нашей жизни, вот этот Голгоф или смерть его, мы имеем на картине надпись мы проповедуем Христа распятого. На нашем YouTube-канале тоже заставочка и эта же фраза мы проповедуем Христа распятого. А по-другому не может быть, если мы проповедуем Евангелие, то это большая часть Евангелия просто повествует, повествует. Представляете, сколько нужно было времени, чтобы почитать такое евангелие, 83 Библии. Многие из нас считают или имеют график, что желательно посчитать вот эту Библию за один год. Вот такое полное евангелие, так же самоописанное, как день его смерти, нужно было 83 года, чтобы его раз посчитать. Я написал очень кратко, чтобы вы поняли самое главное. Последние стихи главы 20, стих 30-31. Многое сотворил Иисус предучениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Съезжим написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя и имели жизнь во имя Его. То же самое он говорит, что я написал очень мало даже из тех чудес, которые он сделал. Иоанн написал семь чудес, которые он сделал до смерти, и чудо его воскресения, которое было сделано им после смерти. И это немногое, что я написал я, потому что много бы не вместилось подробно писать. Это немногое написано было с такой целью стих 31. Сие же написано, вот эта цель, дабы вы уверовали, или понимая то, что Иоанн писал прежде всего верующим церкви, дабы вы веровали, или дабы вы продолжали веровать. Это написано, дабы вы веровали. Что веровали? Что Христос есть Сын Божий. Дабы вы это веровали. То, что я выбрал написать, и это сделал, чтобы это было достаточным, чтобы вы веровали, продолжали веровать, понимали, кто есть Христос, видя Его божественность, и эта вера давала вам жизнь вечную через Него, чтобы вы имели жизнь вечную. Это написано. это Бог дал такую цель его, и это цель вообще Писания, Писания, дано написание нам, чтобы мы веровали, и имея эту веру по Писанию, имели жизнь вечную. Иногда люди думают, даже ажиотаж возникает от разного рода таких историй или свидетельств, когда люди якобы вернулись с того света, рассказывают, что такое рай, что такое ад, что они видели, или какие-то чудеса происходят, они описывают это, и думают, что если это слушать, то будет вера, но Бог говорит, что была вера, дано Евангелие, Евангелие, которое повествует о жизни Христа, и это основа или фундамент веры, вот откуда может произойти вера, вера спасающая, вера, которая дает жизнь вечную. Итак, Евангелие написано, чтобы мы веровали, и при этом основную часть Евангелия очень подробно для того, чтобы мы веровали, имели жизнь вечную, написано о дне, когда Христос умирал, это сердцевина веры, сердцевина того, что дает нам спасение жизнь вечную, когда мы понимаем цель его жизни и цель его смерти, и еще пару стихов из 19 главы, это может быть как иллюстрация того, как его смерть, смерть Христа помогает нам достичь, дабы вы веровали, чтобы достичь этой веры, которая дает жизнь вечную. Последние стихи этой главы 19-й уже повествуют о том, как Христос уже был мертв, и его хоронили. стих 38-й, 19-я глава, после сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный и страх от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил, он пошел и снял тело Иисуса. Христос умирает на кресте, и обычная доля преступников, их хоронили, по-нашему, можем назвать это как безымянные могили, просто закапывали в землю, чтобы тело спятать и все. Но это была такая, как бы, как даже в Еремине написано, что это называлось ослиные погребения, как будто бы животного похоронить. Евреи предпочитали хоронить очень уважительно, по возможности даже в пещерах, в склепах. И когда Христос умер, в принципе, такое ждало его захоронения, непочетное. Но там, на Голгофе оказался человек по имени Иосиф. Оказывается, он был учеником Кулистана, но об этом он скрывал тайны ученика Криста. Он скрывал, потому что он боялся потерять ту славу, которую он имел, потому что он был человеком очень богат. То есть, в принципе, можно назвать, что он имел веру, но эта вера еще была не спасающей. Потому что, помните, в предыдущем разборе мы читали, что многие евреи во Христа не веровали и были не способны веровать. И одна из причин, потому что они возлюбили более славу человеческую. Поэтому их недоразначальники, понимающие, что это Христос, но не исповедовали. Такая вот вера, которая не исповедуется, вера, которая прячется, это не из-за веры, которая спасает и дает жизнь вечно. Но он таким был, он понимал, кто есть Христос, что это Божий человек. Наверное, узнавал в нем Мессию, Божьего Царя, но это скрывал. Скрывал до какого момента? До момента его смерти. Когда он умер, когда он умер, он посчитал, что будет очень недостойно для Христа так похоронить как преступник. Возможно, если бы у Христа были влиятельные родственники, если его мать была там известная в кругах общественных, возможно, она бы могла пойти к прокуратору иудеи и пойти и ходитайствовать. Но кто они такие были? И тогда Иосиф взял на себя инициативу, еще раз, до этого дня он был тайный, но теперь выходит из этого состояния тайности и публично заявляет, идет к Пилату, говорит о том, что я хочу его почтить, я хочу его похоронить, разрешить. Пилат дает разрешение, разрешение, Март добавляет, что потом Иосиф идет по дороге и покупает плащаницу, которую нужно было обмотать по ихнему обычаю тело, то есть евереи хранили не так, как у нас обычно в нерианных гробах, а обматывали тело в плащаницы, покупают плащаницу и возвращаются на Голгофу, сказано, что он пошел и снял тело Иисуса, наверное, он упустил крест и вырвал эти гвозди из его тела, из его рук и ног. Стих сороковый и тридцать девятый пришел так же и некодим приходивший прежде к Иисусу ночью и принес состав из смирной и алои литров около ста. Некодим человек по своему характеру очень похожий на тем кем был Иосиф тоже человек этой истории. Никодим не называет тайный ученик, Иосиф называется тайный ученик, но Никодим похож был на такого же тайного ученика, потому что то упоминание, которое о нем было в Евангелии, что он, помните, раз приходил к Христу ночью, наверное, потому, чтобы меньше его заметили, а потом еще раз упоминается, что когда фарисии собрали совет с желанием как-то Христа осудить, он попытался как минимум занять нейтральную сторону, сказал, что мы не можем судить человека без суда, давайте дойдемся сюда, Иосиф однозначно был тайным, вообще Иосиф мы узнаем только сейчас, только в этот момент, когда, момент смерти Христа, и он так вышел наружу, что его все заметили, потому, что четыре англиста записывают эту историю и описывают, что день смерти Христа Иосиф пошел в Пилат, человек, который был тайным учеником, показался, что он, кто он есть, и что он почитает Христа, очень похоже, очень похоже, что они, наверное, договорились, скорее всего, они обои были на Голгофе и видели момент смерти Христа, и не знаю, что думал Никодим, помните, что Христос говорил Никодиму, когда Никодим к нему приходил ночью, он говорил ему, что он должен быть вознесен Сын Человеческий, как подобно вознесен был тот змей, может быть, он вспоминал и думал, что, наверное, это, это, не знаю, но тоже смерть Христа повлияла на Никодима, и, наверное, они обои решили, Иосиф сказал, что давай, я пойду к Пилату просить тело, а ты пойди организовывай эти ароматы, которые нужно будет посыпать тело, и вот примерно в одно время они вернулись, или к минимуму, когда Иосиф снимал тело Христа, уже подошел Никодим, Никодим, и, наверное, они омыли тело Христа от крови, обмотали этими пеленками и посыпали этими ароматами, которые я приготовил был для погребения, большующее количество, там сказано было литров около ста, это, ну, такое количество даже обычные евреи не использовали, тем самым они показывали, кто из них христал, что он необычный человек, то есть, как будто бы ему сделали такое царское почтение, царское погребение, очень похоже, что именно смерть христал, выкинула их из этого состояния скрытости и сделала их учениками открытыми, настоящими, я не знаю, еще раз, возможно, еще раз, никогда не появилось понимание, что происходит, но как минимум, что, наверное, повлияло, когда они увидели Христа, такого вот унижающегося, все над ним смеются, его казнят, они поняли, что они не могут, они не могут просто молчаливо стоять, они не могут, они должны заявить свою позицию, что они его почитают, они в него веруют, то есть нельзя уже просто скрываться, нужно уже было определиться, когда его так унижают и оскорбляют и распинают, нужно было определиться, и вот очень похоже, что как будто смерть Христа сделала их, или дала им эту смелость, они, которые были похожи на таких робких ягнят, которые боялись себя показать, получили какую-то как смелость льва, или готовы были пойти, даже пойти губернатору по себе тело, готовы были делать публично, снимать Христа, его креста и хранить, учеников не было, ученики тогда даже тоже не посмели это делать, потому что если его объявили достойным смерти, то и возможно им угрожало что-то похожее, какие-то суды. Я думаю, что Бог помог им и через смерть Христа занять правильную позицию, потому что вот это вот была фраза об Иосифе, ученик, но тайный, тайный ученик, то есть в этом словосочетании тайный ученик одно слово лишнее, потому что ученик не может быть тайным, так Иисус описал, что вера не может быть тайным, если она скрывается, если она не исповедуется, это не есть вера, это не есть ученичество, нужно, рано или поздно придется одно слово выкинуть, если человек захочет быть все-таки тайным, будет бояться, он не сможет быть учеником, он не будет учеником, или если он захочет быть учеником, то он выйдет, выйдет из этого состояния, где он прячется и покажется, я за Господу, меня с ним, может быть, что-то похожее, Бог помогает нам, потолкивает нас, и, наверное, наибольший или символ, или то, что дает нам силы, когда мы видим Христа за нас распят, как мы можем прятаться, если он за нас распят, как мы можем скрываться, даже если его где-то оскорбляют, даже если его поносить, как мы можем молчать, сказать, что я ничего с ним не имею, ну, где-то сам евангельский призыв или даже заповедь принять крещение, это тоже данная Богом возможность публично заявить, а я верующий, а я христианин, я хожу сюда, я принужу его церковь, поэтому пусть нам Бог благословит быть учениками и не иметь мысли это скрыть, я думаю, Бог, если Бог поможет нам, он выкинет нас, чтобы мы показывали, что мы верующие, своей жизнью, давайте еще пару, два стиха остаются, два стиха я прочитаю, этой главы, 41-42, на том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен, там был Иисус ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко, этот, оказалось, что возле Голгофа очень близко был один частный гроб, частная пещера, склеп, и этот был склеп, который принадлежал Иосифу, этому аримфейскому, ну, скорее всего, он приготовил его как могилу или для будущего, для себя, или для кого-то, для родных, чтобы она была готова, и он отдал ее, отдал ее, ввиду того, что очень близко было Голгофе, а время истекало, им нужно было похоронить до начала суббот, Иисус умер в три часа дня примерно, суббота наступала в шесть часов вечера, в три часа у них было на все приготовление, нужно было пойти договориться, разрешение взять, все купить, сделать эти омовения и к этому времени еще пойти захоронить, и в этой истории это также было, также можно увидеть эту руку Божью, как в книге Исфирь, это была рука Божья, потому что Бог предсказал, помните, пророка Исаии, 4-я глава, где описано, что он будет отвергнуться, его почитать, ни за что он будет страдать, но там было такое пророчество, что он будет похоронен у богатого, если, то есть для разбойников так не хоронили, хотя он к злодеям был пресчен, но так не хоронили, Бог показал, что тем самим захоронением, Бог предсказал, что он покажет, что он святой, и поэтому его будет достойно, достойно его положению похорон, и кажется, все должно было быть, чтобы похорон был недостойный, не было кому-то даже сделать, ученики разбежались, мать не могла ничего об этом организовать, но бог находит учеников, которые были тайные, и вдохновляет их стать явными, и исполнит это пророчество, и сделать достойное Христу по предсказанному пророчеству захоронение, то есть если у Бога есть план, он идет как и через кого его реализовать, также это была подготовка к воскресенью, ну, только представим себе, если бы вдруг хоронили, так как планировалось разбойник, так похоронили в склепе, склеп был открыт, все увидели, могила пустая, могила пустая, и ее можно прийти проведать, это можно посмотреть, цель Евангелия, дабы мы веровали, дабы мы продолжали веровать, цель Евангелия, которая придала так много, значит, только времени описания смерти Христа, потому что смерть Христа это Божий метод помочь нам быть верующим, это Божий метод иметь в центре своей веры Христа за нас распятого, потому что это есть то, что дает нам жизнь вечную, вот, именно смерть Христа, когда Христос уже был мертв, когда кажется, он уже замолчал, когда кажется, а что он может сделать уже, смерть Христа помогла этим двум ученикам, стать настоящим учеником и послужить Божьему промыслу и Божьей цели. Пусть Бог нам также поможет быть людьми, которые имеют это Писание, и это Писание нас дает дальше, чтобы мы веровали, чтобы мы в своей вере возрастали, чтобы мы в своей вере веровали так, чтобы мы имели жизнь вечную. Потому что центром нашей веры есть Христос и притом распятый. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok